Водолей, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие, рыцарь мечей. Бороться. Знаете, здесь бороться для того, чтобы вы стали счастливы. Здесь знаете даже то, что вот именно в начале месяца для некоторых может здесь какая-то информация поступить, или вы будете бороться, знать чего-то, может именно касаться отношений. Вы будете как бы стремиться вот именно специально, чтобы у вас эта информация, знаете, пришла. Конечно, мои дорогие, это общий расклад, но посмотрим дальше. Десятка мечей показывает, почему вы будете бороться, потому что вы в начале месяца у вас может происходить то, что у вас будет какая-то, знаете, разбитое состояние. Здесь, если больше сказать, здесь вы будете бороться, узнать правду о каких-то отношениях, то, что может быть даже вот именно в этот месяц, в ноябрь у вас как бы какая-то правда выяснилась. И у вас вот именно в декабрь, вот начало, как будто продолжение, то, что почему такое случилось, почему вот именно вот это происходило именно вот как бы сейчас. Следующая карта на начале месяца, мои дорогие, это король мечей. А здесь говорится, даже то, что происходит именно начало декабря, здесь нужно хладнокровно относиться. Даже если вы узнаете чего, то, что вам настолько больно, вы должны относиться не эмоционально, а именно хладнокровно относиться. Как бы, чтобы если вы понимаете, что что-то узнали, какую-то правду, вы должны обрубить, если настолько вам плохо и в этих отношениях. Или даже, может быть, здесь касается рабочие моменты, то, что вы, может, то, что доверяли кому-то, и вы не ожидали, что вам могут такую, знаете, может, какую-то информацию про вас, и для вас это было как бы разочарованием, вы настолько вот чувствуете. Но здесь хладнокровность нужно, чтобы вы понимали, чётко осознать. Нужно там быть, нужно там находиться, или нужно как бы всё-таки закрыть, вот именно, ну, общаться с кем-то, или там, ну, уйти от работы, или как бы... Следующая карта, мои дорогие, для вас на середине Туз Пентакля. Туз Пентакля даётся. Даже если у вас с началом, вот в середине, в начале есть такое, ну, разбитое состояние, знаете, опустошённое, вот именно, вот в середину вам даётся этот шанс, шанс новые начинания, шанс новые, как бы, работы, нового заработка, новый, даже если вы, чтобы вы стали счастливы, новый, как бы, чтобы вы начали какие-то новые отношения. Следующая карта, мои дорогие, это карта мира. И может быть то, что вы, даже если у вас происходило, вот именно вот начало такое состояние, может быть то, что вас даётся такой шанс, такие, знаете, удачи, даже если вы страдали из-за отношения, и вы решили вот в начале декабря поставить точку, вот именно в финансы, именно в рабочие моменты вам как будто даётся новый шанс, новые, чтобы вы, знаете, новые возможности, чтобы вы больше, как бы, зарабатывали. Мои дорогие, но здесь ещё говорится о том, что сохранить вот это ваше состояние разбитое или её разрушить, вам это сами, вот именно середина даётся шанс, вы это сами должны понимать. И включить именно не эмоционально, вот чтобы реагировать, а именно вот такое, знаете, хладнокровно, что вы, как бы, всё, пора уже не страдать, а вот пора начинать вот что-то новое. Следующая карта на середине, это четвёрка Пентакли. Четвёрка Пентакли, знаете, знаете, вы как будто даже вот если больше здесь, я могу сказать, расклад больше про финансы, почему? Вам даётся шанс что-то вот сохранить, но здесь вы как будто, знаете, вы настолько вот даже имеете вот какие-то, знаете, финансы, вы не хотите их тратить, вы думаете, их нужно оберегать, почему? Потому что, Бог знает, я дальше не заработаю или там в работе что-то, но здесь не нужно. Почему? Потому что здесь как будто вы для себя жалеете, вот это ваша скупость, а для людей вы ничего не жалеете, вы как будто всё можете отдать для кого-то, а для вас это как бы ничего. Здесь может ещё говориться, что вам даётся, знаете, шанс куда-то поехать, отдохнуть куда-то, вот именно после какой-то разочарования. Но здесь вы жалеете это сделать, вы жалеете вот именно вкладываться, вот именно вот в это путешествие, где-то отдохнуть, вот именно в этот отдых. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, это Королева Пентакли. Ваша стабильность. А ваша стабильность, здесь говорится, да, вы люди, которые можете контролировать, вы люди, которые могут помогать, но вы должны понимать, что вы сначала, вы должны вот именно контролировать именно ваше благо, именно ваша стабильность, именно вот то, знаете, состояние здесь, когда, ну, здесь можно ещё, говорится, не сидеть вот именно в такой, знаете, что-то происходило, и мне уже не хочется, я буду сидеть там, где я нахожусь. Здесь ещё может, вот для некоторых, то, что может быть проблемы именно по здоровью. Даже, знаете, у вас как будто вам даётся этот шанс что-то вот именно решиться с вашей здоровьем, но вы будете для этого жалеть. Вы как будто подумаете, ну, я на следующий месяц вот что-то решу, вот, но здесь есть вот какая-то вот проблема, именно вот, что, что, именно то, что вы или много сидите, или много, как бы, находитесь на, ну, в такое состояние, где именно вот, именно будут вот, или спина болеть, или ноги. Следующая карта, мои дорогие, для вас, и это семёрка мечей. Семёрка мечей показывает, что люди, есть люди рядом, которые, знаете, знаете, ну, хитро с вами, как бы, здесь они могут улыбаться в лицо, но за спиной совсем они другой, поэтому здесь может и говориться о здоровье, что и эти люди, вы должны их убрать из вашей жизни, чтобы это состояние, состояние разбитое не было. Почему? Потому что здесь вы как будто теряете даже ваши силы, вот именно то, что, как бы, вам, знаете, то состояние, когда не хочется, как апатия у вас. Давайте посмотрим совет от высшей силы, что вам высшая сила подсказывает для весь месяц. Умеренность, контролировать именно ваше внутреннее состояние, контролировать именно ваше, знаете, спокойствие, которое у вас. Почему? Потому что здесь вы понимаете, что, может быть, у вас есть понятие, что есть люди, которые вам не желают хорошего, но вы как будто думаете, стоит это, а не стоит общаться с человеком, стоит, может мне это сказать ему, что дальше или не стоит. Здесь все, знаете, здесь нужно, как бы, все это как совет, вот именно на целый месяц, как бы, чтобы вы именно контролировать ваш именно внутреннее состояние. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать личное видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Инстаграме, там будут больше постов А-Таро.